Седьмая региональная ярмарка «Умная книга» особенная. Во-первых, потому что проходит год литературы. А во-вторых, на встречу с ивановскими читателями прибыло немало известных российских авторов. Александр Варламов, писатель, профессор МГУ, на Ивановской книжной ярмарке впервые. Признается, впечатлен таким неподдельным интересом горожан к печатному слову. Литература всегда делает усилия, чтобы... Ну, не то чтобы сделать жизнь лучше, литература этого не может. Но изменить отношение человека, читающего к этой жизни. Настроить его, может быть, на более такой добрый лад. Как-то внутренне его собрать, сконцентрировать. И вот мне представляется, что название «Умная книга» оно очень точно соответствует этой идее. И поэтому, просто вот зная от своих друзей-писателей, которые бывали на Ивановской книжной ярмарке, для меня это такое легендарное уже название. Вот, как бы, несколько лет судьба меня разводила, никак не удавалось приехать, но вот в этом году, слава богу, удалось. Художественная литература, научно-популярная, публицистическая, для детей и взрослых. На ярмарке представлены сотни изданий, способных привлечь внимание даже самого искушенного книголюба. Если в прежние годы посетители не всегда были довольны ассортиментом и ценами, на этот раз претензий не было. Я интересуюсь гуманитарной научной литературой. Литературой не широкого профиля, популярной «Жизнь царей», где в одном томе 600 страниц и все цари там в одной обложке, а вот конкретно написанной научными специалистами глубокими. И здесь такой литературы очень много. Она высокого уровня, действительно высокого уровня, были бы деньги. И иногда попадается, что я могу сказать, что вот этот стол, например, здесь есть хорошая литература по очень скромной цене. Для человека с моими доходами это в самый раз. Стоимость прекрасная, все по деньгам. И ассортимент очень широкий. Вообще, прям чудо, я столько всего уже купила. Особое внимание в этом году организаторы ярмарки уделили маленьким читателям. Прилавки буквально ломятся от детской литературы. Вот только способны ли книги о приключениях любимых героев отвлечь школьников от гаджетов? Игорь Шевчук – один из авторов проекта «Смешарики». Уверен, прогресс чтению – не помеха. Даже наоборот. Если ребенок постигает эту литературу в электронном виде, где ему в помощь можно даже дать движущуюся картинку, мне кажется, что это более современно. Если говорить о возрасте начинающим читать, то мы, конечно, видим в первую очередь ребенка с гаджетом, а не ребенка с книгой. А если мы видим ребенка с книгой, то мы видим его с книгой не литературной, а с книгой конструкторско-головоломочной, где музыкальные кнопочки. А это обо многом говорит. Планшет имеет больше возможностей, чем плоская книжка. И все же задача писателей – привить детям интерес к книгам, жажду чтения. Именно с этой целью в Иваново прибыли участники просветительского проекта «Уездный город Н». Для школьников они организуют встречи с популярными писателями и поэтами. Ивановским библиотекам они подарят новинки детской литературы. Пусть это может быть небольшое вливание в фонды местных библиотек, но тем не менее это довольно ощутимая всегда помощь. Потому что я приезжаю в регионы, и я вижу, что далеко не всегда библиотеки комплектуются так, как хотелось бы. Проблема распространения, проблема дохождения книги до регионов, до читателей. Никогда не знаешь, в какую книгу влюбишься. Для желающих попадать в счастье двери Ивановской филармонии открыты. Ярмарка «Умная книга» здесь будет работать для посетителей в течение двух дней. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.